Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вас всегда ждут свежие обзоры и обсуждения всего, что в игре происходит, свежие новости, ну и тест машин, которые выходят на продажу, само собой. На продаже появился ЛТ-432, это легкий танк 8 уровня, премиумная тачка Советского Союза, в комплекте с тачкой 7 уровня, ЦС-52 ЛИС, которые, я бы не сказал, что действительно стоят 9000 голды в составе данного набора. Ну не знаю, может быть кому-то оно и понравится, но мне почему-то кажется, что все-таки не имеет смысла тратить 9000 голды на эти две тачки, лучше подкопить золото и приобрести себе что-нибудь более годное, допустим, набор из двух восьмерок. Да, пускай дороже, но гораздо интереснее и играбельнее. В отношении ЦС-52 ЛИС, не буду долго сейчас обсуждать, выкачу в отдельном видео, которое выйдет буквально через полчаса, сам танк довольно-таки интересный и несмотря на то, что 7 уровень, на нем действительно можно получать удовольствие от игры. Купить себе его не собираюсь по одной простой причине, потому что у меня есть ЛТ-432 в коллекции, но и покупать отдельно от набора невыгодно абсолютно данную тачку, хотя хотелось бы заиметь. В отношении ЛТ-432 выкатим данную машину из ангара у меня на основном аккаунте, я когда-то эту машину купил себе на аукционе, чисто в коллекцию, катаю не так уж и часто, да и ЛТ-хи не сильно меня прельщают, но что-то интересное в нем есть, хотя есть один нюанс, который хоронит данную машину прям напрочь. В комплект за 9000, как видите, положили два внешних вида, ни один, а именно ледяной доспех для ЛТ-432, ни камуфляж живучий для ЦС-52 ЛИС не являются легендарными внешними видами для этих машин, поэтому большой прибыли от этого я не наблюдаю абсолютно. Есть открытое все оборудование, да, неплохая экономия, по моим подсчетам где-то в районе 3,5 миллионов серебра сэкономите на этом деле. Два слота в ангаре, чтобы тачки поставить, вот этот вот кволик, который меня очень сильно смущает и ценности я в нем не наблюдаю абсолютно никакой. И есть Икс-5 в количестве 15 штук на каждую из этих танков, но все-таки реализовать на этих машинах данные Иксы, так чтобы круто поднять свои элитные опыты экипажа, я не думаю, что получится, потому что, допустим, тот же самый ЛТ-432 является, ну, в край сложно реализуемой тачкой. Ну, а что касается ЦС-ки, то это все-таки Семерка, и там, безусловно, совсем другие калькуляции. В отношении того, что классно в ЛТ, это то, что очень низкий силуэт, приплюснутая башенка, башня довольно часто принимает непробитие, ком башня настолько маленькая, что выцелить ее действительно сложно, и в край картонный корпус, об этом тоже стоит помнить. Та вещь, которая действительно хоронит данный танк, это угол склонения орудия вниз. Да, все классно, призимистая машина, не сильно высокий силуэт, но при этом всем всего лишь минус 5 угол склонения орудия вниз, и играть действительно безбожно дискомфортно, особенно сложно играть на сенсорных условиях. На компьютере, ну, немножечко получше будет. В отношении орудия, в отношении всего остального, здесь действительно, в принципе, все приемлемо. Неплохое время сведения, 3,5 секунды, заявленная цифра великовата, но в целом играется нормально. То же самое могу сказать про разброс. В отношении ДПМ, крайне сложно реализуем, потому что тачка не является живучей. Время перезарядки приемлемое, неполные 8 секунд на 280 единиц урона. Вот пробитие 175, тоже, я бы сказал, подкачивает, но не настолько все-таки, как угол склонения орудия вниз. В отношении установки калиброванных снарядов в оборудовании, не рекомендую, потому что в таком случае, ребят, вы абсолютно полностью хороните время перезарядки. Здесь уже будет 8,5 секунд, ДПМ падает, ну и, соответственно, реализовывать настрел гораздо сложнее. Поэтому я для себя определился на вот этом слоте с оборудованием, а именно на орудийном досылателе. Но все-таки я хочу напомнить свою позицию по поводу того, что нет правильно и неправильно установленного оборудования. Есть вам лично комфортно или нет. Поэтому никого не слушайте, тестируйте и сами принимайте решение, с чем вам лучше кататься. Ну что, берем LT432 и поехали попытаемся его реализовать. Хотя, как я говорил, это не так уж и просто. Ну что, ребят, давайте будем начинать. Как обычно, начинаем с подвижности. Подвижность у машины присутствует. Это действительно факт. Гоняет резво, особенно по каким-то ровным картам. В общем, вы всегда будете в нужном месте в нужное время. В отношении орудия могу сказать следующее. 7,8 по времени перезарядки. Вроде бы долговато, но в целом вполне себе приемлемо. И к этой цифре просто необходимо привыкнуть. Этого будет более чем достаточно для того, чтобы реализовывать орудие. В отношении точности у меня тоже нет каких-то особых нареканий. Как я говорил, в целом, больше всего меня смущает вопрос в отношении угла склонения орудия. Действительно, не сильно приятно склоняется. Ну и, соответственно, от этого только дискомфорт получается. Также было бы неплохо, чтобы все-таки альфы немножко добавили. Далеко не самый лучший показатель. И если бы альфа составляла 300 с копейками, то тогда было бы существенно приятнее отыгрывать. Так, чтобы можно было кого-то покрутить. Да, как бы особо-то и без вопросов. Главное найти подходящую жертву. Ну и, соответственно, пристроиться к ней хорошенько. После чего, в целом, вам нет равных. И в жизни ни одна ПТ-шка нормально от вас не уйдет. Единственное, что сейчас в таком небольшом ущелье находится соперник. Там, где крутить его будет сложноватым. Поэтому бросаю все это дело. Ну и, соответственно, перекатываюсь помогать в отношении другого соперника, который там жизни не дает нашему G-SOR. Чем мне нравится машина? По движению, точностью. Довольно неплохим, бодрым показателем в отношении отыгрывания по орудию. Но, в то же время, я не любитель ЛТ-шек. Поэтому катаю на данной машине не так уж и часто. Да и, в целом, сам геймплей, который предоставляет данная машина, ну, не совсем моего разлива, скажем прямо. Да, безусловно, это все исключительно субъективно. И основывать свой выбор исключительно на позиции того, что лично мне не сильно нравится гонять на ЛТ-шках, это не совсем правильно. Я это понимаю и поэтому ни в коем случае не претендую на звание главного эксперта. Просто мне нравятся более забронированные машины. Пускай более слабые в отношении подвижности, но более живучие, более спокойные, предоставляющие мне, я бы сказал, такой, знаете, уравновешенный, умеренный, спокойный геймплей. Так, ну, здесь я уже лоханулся, вопросов нет. Главное, помочь некому. Все, поиграл ГСН. На этом меня забирают. Допустил ошибку и, в принципе, сам за нее поплатился. Интересно ли данная тачка именно как легкий танк? Ну да, безусловно, интересно, если вы готовы закрыть глаза на ряд вот этих недостатков, о которых я говорил. Во всем остальном, вполне себе приемлемая машина. Стоит ли ее покупать? Я бы не сказал, что прям одной из первых. Если у вас прям действительно огромная коллекция легких танков, и вам прям уже выбрать не из чего, потому что все уже присутствует в ангаре, и только буквально несколько машин не хватает, то в целом возможно. Но все-таки, давайте будем говорить откровенно. Стоимость набора 9000 голды. Из них, по большому счету, ЦСка стоит, ну, максимум, максимум 3000. Это в лучшем случае в голом состоянии, то если вам ЦС, ну, прям очень сильно нравится, несмотря на то, что это танчик седьмого уровня. Если мы говорим с вами о Элтехе, то оптимальная нормальная цена на машину это 6000 голды в голом состоянии. Ну, не знаю, как максималка 6,5. Того и так получается 9-9,5. Да, там вы получаете в комплекте дополнительно еще 5 контейнеров, из которых неизвестно, что вы получите. И в лучшем случае, если у вас есть дополнительные талисманы на голду, то тогда, открыв 5 этих контейнеров, вы соберете талисман и на 1000 сделаете дешевле свой набор. Таким образом, вам машины достанутся за 8 косарей, а не за 9. С открытым всем оборудованием, не легендарным внешним видом, как мне кажется, ненужным кроликом, ну и иксами, которые не так уж и легко реализовать. Поэтому, прям сразу с лету брать набор, однозначно не рекомендую. Но, как я сказал, сам танчик вполне себе интересный, но зайдет исключительно острым любителям легкой техники в нашей игре. В отношении результативности по фарму, за те небольшие результаты, которые я смог дать в этом бою, я не претендую на то, что я действительно очень круто и классно отыграл, но видео все-таки будет таким, какое оно есть, я не собираюсь выбрасывать данный бой, я получаю 54,5 тысячи с учетом премаккаунта. Без премаккаунта было бы 34 тысячи. Ну, в целом, неплохо, но, наверное, все-таки далеко не фармя. Ну, а если мы будем смотреть на результативность мою в команде, то гордое третье место, правда, с конца. В целом, вся команда плюс-минус ровно отыграла по количеству настрельного урона, поэтому сказать, что я нахожусь на третьем месте с конца и при этом плетусь где-то прям совсем позади всех, то нет. Но, в любом случае, далеко не самые лучшие результаты. Я никогда не выбрасываю никаких боев из своих видео, потому что считаю, что вы должны видеть бои такими, и какие они есть на самом деле. И если я буду вам показывать исключительно классные катки с великолепными результатами, то буду вводить вас в заблуждение. Ну, а вы будете ошибочно думать, что прям каждый бой на какой-то конкретной машине будет у вас именно с такими результатами и с таким уровнем вашей результативности. Если вы играете, правда, точно так же, как и я. Я не киберкотлета. У меня 53-55% по аккаунтам. Ну, поэтому я, не будучи киберспортсменом, не могу реализовывать танки прям в каждом бою. Ну, уверен, что вы тоже. Пошел снимать следующее видео специально для вас про ЦС. А вы, друзья мои, если хотите не пропускать видео на моем канале, подписывайтесь на него, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok